Послание Отца Абсолюта 24 июля 2021 года В единстве путь к свободе Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы с вами переходим к новой теме, которая касается вашего восприятия новой реальности и подойдем мы к этому вопросу с точки зрения закона Вселенной. Как уже говорилось в моих недавних посланиях, идеальным вариантом вашего существования является гармоничное сочетание в вашем сознании объективной и субъективной реальностей. Именно это позволяет вам действовать адекватно, то есть слушая свою душу, использовать навыки своего ума. Другими словами, душа сотворяет вашу объективную реальность, а ум – субъективную, что помогает вам гармонично вписываться в нынешнюю жизнь, несмотря на всю ее хаотичность и непредсказуемость. А теперь давайте рассмотрим, как же влияет на все происходящие в вашей жизни процессы законы Вселенной. И начнем мы с закона Единства, который в этот судьбоносный для вашей планеты период выходит на первый план. Победить дракона человечество способно лишь объединившись в духе. И это единение с каждым днем становится все заметнее. Оно уже летает в воздухе и, спускаясь на физический план, проявляется в акциях массового протеста против коронавирусной вакханалии, устроенной темными силами на Земле. Люди объединяются на всех уровнях – профессиональном, социальном, политическом. Они начинают сознавать себя свободными личностями, которых невозможно заставить делать то, что противоречит их жизненным принципам и интересам. И вместе с тем они понимают, что действуя в одиночку, очень трудно добиться результатов, поскольку очень уж неравны силы тех, кто находится у власти, и тех, кто такой властью не наделен. На самом же деле, мои родные, любая власть оказывается абсолютно бессильной перед единением духа людей. Как только перестает действовать веками внедряемое в ваше сознание принцип «разделяй властвуй», руководители всех уровней оказываются совершенно беспомощными. Они не способны властвовать над сплоченными в едином порыве людьми, которые, избавившись от страха перед властями, готовы до последней капли крови отстаивать свое право на свободу, данное им по праву рождения на этой планете. И то, что происходит сейчас в большинстве стран мира, как раз и является ярким тому примером. Люди устали бояться, подчиняться, унижаться. Они поняли, что эти недостойные человека эмоции не помогают им выживать, а лишь еще больше загоняют их в угол, лишая надежды на нормальную жизнь и убивая в них чувство собственного достоинства. Как видите, проявлялось это постепенно. И царящий на земле хаос должен был дойти до высшей точки кипения, чтобы пробудить в человеке его природное стремление к свободе, независимости и самоуважению. И теперь этот процесс освобождения от навязанных вам ограничений будет лишь набирать обороты, поскольку маховик разрушения отжившей системы управления обществом запущен уже на полную мощь. Именно так и проявляет себя на физическом плане вечный, непреложный, вселенский закон единства. И живя в соответствии с этим законом, объединившись в духе, человечество способно сокрушить любую власть, любую систему, которая направлена против данного человека от рождения, право проявлять свою свободную волю и распоряжаться своей судьбой так, как подсказывает и моего душа, а не захватившая власть на земле кучка нелюдей, преследующие свои корыстные интересы. И я вижу, мои родные, что это чувство единения окрыляет вас, дает вам невероятную силу, вдохновение и возможность преодолеть любые трудности, возникающие на вашем пути к свету, к построению нового общества пятого измерения на вашей прекрасной планете. Любящий вас безмерный Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.